Привет, друзья! С вами Кирилл, и сегодня я предлагаю поработать над словарным запасом и разобрать 10 интересных английских существительных, которые характеризуют человека и обязательно вам пригодятся. Пишите в комментариях свои варианты перевода и сколько слов из 10 вам хорошо известны. А мы приступаем. Если в вашей жизни есть человек, на которого вы ориентируетесь при принятии важных решений, вдохновляетесь его или ее поступками и хотели бы в чем-то походить на этого человека, то этот человек – ваш role model. Role model – это пример для подражания. When I was a child, my father used to be my role model. Когда я был маленьким, мой отец для меня был образцом для подражания. When I was a child, my father used to be my role model. Как назвать человека, в который вылетят все палки, если случилась какая-то неприятность и который расплачивается за проступки других людей? Это козел отпущения. Или по-английски scapegoat. Как можно легко запомнить это слово? Оно похоже на escape goat – коза, которая пыталась убежать. I won't let you make my brother escape goat. Я не позволю вам сделать из моего брата козла отпущения. I won't let you make my brother escape goat. Как мы назовем человека, который любит поесть или попить за чужой счет? Пожить у кого-нибудь бесплатно и вообще всячески пользуется щедростью других людей, не расплачиваясь. Это халявщик – нахлебник. А по-английски freeloader. My neighbor is a freeloader. He's using my Wi-Fi without my permission. Мой сосед халявщик. Он пользуется моим Wi-Fi без разрешения. My neighbor is a freeloader. He's using my Wi-Fi without my permission. Следующему слову не так просто найти аналог в русском языке. Это слово catch. И оно значит человек, мужчина или женщина, который потенциально мог бы стать отличной партией для кого-то. Это разговорное слово имеет позитивное значение. Человек приятный во всех отношениях. Как думаете, как его лучше всего перевести на русский язык? Рассмотрим пример употребления в диалоге. Один друг жалуется другому. I'll be lonely forever. Are you kidding me? You're a great catch. You'll find someone very soon. Я всегда буду одиноким. Да ты что, смеешься? За тебя любая готова замуж выйти. Найдешь кого-нибудь очень скоро. Еще пример. I saw his new girlfriend. She's a catch. Я видел его новую девушку. Она классная. I saw his new girlfriend. She's a catch. Как называют человека, которому нравится задирать и обижать других людей? Часто младше и слабее себя. Это обидчик, задира, а по-английски bully. В современном русском языке появилось слово bullying, что значит притеснение, травля кого-то, особенно подростков в школе. Также существует такое понятие, как кибербуллинг. Это травля кого-то в интернете. Эти новые слова произошли от слова bully. Давайте рассмотрим пример употребления. He wasn't afraid to stand up to bullies. Он не боялся постоять за себя перед обидчиками. He wasn't afraid to stand up to bullies. Еще одно слово, которое перешло из английского языка в современный русский, это слово crush. Оно называет человека, который вам очень сильно нравится, но эта симпатия, скорее всего, недолговечная. Есть выражение to have a crush on someone. Влюбиться в кого-то. Например, В старшей школе я был влюблен в сестру своего друга. Но словом crush называют и сам объект обожания. Я видел девушку, по которой ты сохнешь другим парнем. Как мы назовем человека, который много знает и любит хвастаться своими знаниями, тем самым раздражая окружающих. Это всезнайка. По-английски know-it-all. Слово know-it-all можно разобрать на части. Знающий это, все. Или всезнающий. Она такая всезнайка, она обожает исправлять ошибки других людей. Следующее слово по значению перекликается с предыдущим. Как мы назовем человека, который любит хвалиться своими достижениями и обращать на себя внимание других людей? Это выпендрежник. А по-английски show-off. Тот, кто любит выставлять что-то на показ. Her husband is a real show-off. He's always bragging about his job. Ее муж – любитель повыпендриваться. Он всегда хвастается своей работой. Her husband is a real show-off. He's always bragging about his job. Еще одно необычное английское слово. Frenemy. Оно состоит из двух частей. Friend плюс enemy. И получается frenemy. Полудруг, полувраг. Это слово называет человека, который вроде бы ваш друг, но тем не менее от него можно ожидать чего угодно и доверять ему нельзя. По-русски такого человека можно назвать заклятым другом. Его заклятые друзья были очень рады наблюдать, как он провалился. His frenemies were very happy to see him fail. А как мы назовем человека, который трудится не покладая рук и не может оставаться без работы? Это трудоголик, а по-английски workaholic. Обратите внимание на произношение. Workaholic. Она хочет найти еще одну работу, потому что она трудоголик. Вот такой набор слов у нас сегодня получился. Надеюсь, что вам сегодня было интересно. Напишите в комментариях, какие слова были для вас незнакомыми, а какие вы уже давно знаете. Полезные ссылки смотрите в описании под видео. С вами был Кирилл. Спасибо за то, что смотрите. Увидимся в следующих видео. Для того, чтобы эти слова хорошо запомнились, напишите одну из них в комментариях, чтобы охарактеризовать этого симпатичного парнишу. Ему будет приятно.